Всем привет! Тема семейных завтраков, обедов и ужинов мне очень близка. Заметила, что и вам она тоже нравится. Сегодня я решила поделиться с вами одним нашим воскресным днем, а точнее обедом, когда не только вся семья в сборе, но и близкие родственники приезжают. Все блюда здесь будут простые и уютные, без изысков, но очень вкусные. Начну с главного блюда. Буду готовить курицу. У меня тут довольно крупная тушка весом чуть больше двух с половиной килограммов. Ее нужно будет замариновать. Обычно мариную с вечера, но сегодня у меня было не очень много времени, поэтому маринад будет быстрый. Сначала все подготовлю. Нарезаю дольками два средних яблока. Лучше брать кисло-сладкие. Еще понадобится головка чеснока. Я его почистила. Промыла 50 граммов чернослива. И еще мне нужны копченые груши, горсточка. Они дадут неповторимый аромат и вкус. Если их нет, можно взять просто сушеные. А если и сушеных нет, возьмите чернослива в три раза больше. Теперь на литр воды добавляю столовую ложку соли, чайную ложку сахара. Отправляю туда промытые груши, чернослив и чеснок. Молотый перец по желанию. И ставлю на плиту. Как закипит, провариваю три минуты и выключаю. Переливаю в большую кастрюлю, такую, чтобы курица поместилась. И доливаю литр воды. Если вода теплая, можно помещать туда курицу. А если еще горячая, пусть остынет до теплого состояния, примерно до температуры тела. Выкладываю яблоки. Доливаю еще воды, чтобы курица была полностью или почти полностью покрыта водой. Теперь нужно добавить соль и сахар из расчета 1 столовая ложка соли и 1 чайная ложка сахара на литр воды. Я доливала полтора литра, значит добавляю полторы столовые ложки соли и полторы чайные ложки сахара. Лучше растворить их в небольшом количестве теплой воды. Теперь на каждый литр воды добавляю столовую ложку яблочного уксуса, то есть у меня две с половиной ложки. Если маринуете накануне, уксус добавлять не нужно. Он здесь нужен для того, чтобы ускорить процесс и промариновать курицу за три часа. Обычно я заблаговременно заботюсь о маринаде, но в этот раз курицу не заранее купила, а в день встречи. Три часа прошло, курица промариновалась. Достаю ее из маринада. Яблоки, чернослив и груши помещаю внутрь. Сколько поместится. На противень помещаю решетку, а на него курицу. Чтобы крылья не разваливались, скрепляю зубочистками. Запекаю с конвекцией при 190 градусах примерно полтора часа. Спустя час после начала приготовления подготовлю медовую глазурь. В стакан столовую ложку меда, чайную ложку сушеного чеснока и немного воды, ложки две столовые. Перемешиваю и этим раствором периодически промазываю курицу последующие полчаса приготовления. Вот такая румяная и аппетитная она становится, а еще она невероятно сочная. Теперь гарнир. У меня будет два гарнира сегодня. Сначала покажу, как очень вкусно можно приготовить брюссельскую капусту. Капуста у меня замороженная, 400 граммов. Отвариваю ее в течение трех минут с добавлением соли, а пока она варится, подготовлю остальное. Мне понадобятся орехи, у меня 50 граммов фундука, но подойдут и другие. Измельчаю его в блендере. Крошка должна быть довольно мелкая. Отправляю орехи в разогретую сковороду с маслом. Добавляю столовую ложку с горкой кунжута и обжариваю вместе минут три. В конце жарки добавляю пол чайной ложки сушеного чеснока и перемешиваю. Следом выкладываю капусту и жарю вместе 4 минуты. Такая капуста получается очень вкусной. Обязательно попробуйте ее приготовить таким способом. А теперь покажу, как я подаю простой вареный картофель на гарнир. Всего небольшая деталь, а получается очень вкусно. Обычным способом отвариваю картофель с добавлением соли, но не стоит его переваривать. Когда картофель сварился, готовлю кое-что еще. В кастрюлю вливаю миллилитров 100 растительного масла, добавляю 5-6 зубчиков чеснока, пропущенных через пресс, чайную ложку орегано и чайную ложку любимой томатной приправы. Немного молотого перца и пусть секунд 20 покипит на минимальном огне. Выключаю и для дополнительного вкуса и аромата можно добавить немного сливочного масла. С картофеля я полностью слила воду. Выливаю туда масло со специями. Перемешиваю. Такой картофель будет особенно вкусным, пряным и ароматным. Всегда именно так его и готовлю. Для горячей закуски мне понадобятся яйца. Я сварила и очистила 5 штук. Сначала нафарширую их самым обычным способом. К измельченным желткам добавляю 50 граммов натертого на мелкой терке сыра, столовую ложку сметаны, чуть-чуть соли, перец и перемешиваю. Заполняю половинки белков. Пусть пока подождут, а я займусь овощами. Мелко нарезаю 2 болгарских перца. Я взяла красный и желтый. 3 помидора тоже мелко режу. Отправляю перец в сковороду и жарю минут 5. Затем добавляю 3 зубчика чеснока, 2 чайные ложки томатной пасты, перемешиваю и через минуту выкладываю сюда помидоры. Соль, перец, перемешиваю. Тушу под крышкой минут 10. После этого добавляю немного порезанного укропа и выключаю. Выкладываю примерно 1 треть овощей в форму для запекания. Затем фаршированные яйца. Сверху остальные овощи. Перед подачей запекаю при 180 градусах 15 минут. Это довольно необычно, но в то же время все привычное, вкусное и сытное. Для семейного застолья отлично подойдет. Приготовлю пару салатов. Первый томатный. Очень его любим и он невероятно простой. У меня тут 700 граммов помидоров, я взяла красные и желтые. Так ярче. Нарезаю их дольками, не мелко. Еще нужен сладкий лук. Режу его перьями. Теперь в большую чашу наливаю столовую ложку соевого соуса, столовую ложку лимонного сока, 2 столовые ложки растительного масла, молотый перец, 3 зубчика чеснока, пропущенные через пресс, пол чайной ложки свежемолотого кориандра и 2 чайные ложки меда. Перемешиваю хорошо. Отправляю сюда помидоры и лук. Смешиваю. Салат этот должен настояться в течение часа. Подавать можно прямо так, а мне нравится подача на сметанной подушке. Это очень вкусно и очень просто. Попробуйте. Для второго 200 граммов копченой грудинки нарезаю тонкими небольшими пластинами. Два огурца режу вот такими кусочками. Теперь картофель. Пол килограмма вареного нарезаю тонкими кусочками. Можно и так оставить, но вкуснее будет если картофель слегка обжарить. Затем в чашу наливаю 3 столовые ложки растительного масла, добавляю примерно столовую ложку лимонного сока, 2 чайные ложки дижонской горчицы, соль, перец и все перемешиваю. Отправляю в чашу картофель, огурцы, грудинку и салатный микс на основе айсберга 200 граммов. Перемешиваю и все готово. Еще я приготовила простейшие, но вкусные канапе. 100 граммов грудинки режу кубиками. Нарезаю вот такими кусочками огурец и собираю канапе. Томат черри, грудинка, огурец. Едят все и взрослые и дети. К чаю приготовлю невероятно вкусный облепиховый пирог. В чашу отправляю 50 граммов мягкого сливочного масла, добавляю к нему 130 граммов сахара и растираю. Затем разбиваю одно яйцо, добавляю щепотку соли и перемешиваю до однородности. Теперь вливаю 200 граммов кефира. Еще раз перемешиваю. Всыпаю дважды просеянную муку. К ней добавляю половину чайной ложки соды. Муки может потребоваться разное количество, в этот раз ушло 220 граммов. Нужно добиться вот такой консистенции. Тесто не должно быть текучим, примерно как на оладьи или чуть гуще. Теперь готовлю кондитерскую крошку. В чашу соединяю 80 граммов муки и 80 граммов сахара. Добавляю к ним 40 граммов холодного сливочного масла и перетираю руками в крошку. Если крошку сдавить, она образует комок, который очень легко рассыпается. Выливаю тесто в форму. Диаметр моей формы 20 сантиметров. Теперь блепиха. У меня 300 граммов замороженной. Я ее разморозила и откинула на сито. Выкладываю ее на тесто. Здесь могут быть другие ягоды. Главное хорошенько дать им стечь. Это важно. Или свежие можно использовать. Теперь кондитерскую крошку. Нужно, чтобы она полностью покрывала ягоды без просветов. Выпекаю при 180 градусах 60 минут. Это очень ароматно и очень вкусно. Я все приготовила. Непосредственно работы было на 3 часа. Для меня это приятные хлопоты, ведь за столом соберутся все самые близкие. Это, конечно, не праздничный стол, но кое-какие рецепты можно взять на вооружение и к празднику, а кое-что на заметку в повседневной готовке. Такие мероприятия без повода очень сближают. Стараюсь чаще организовывать подобные субботние или воскресные обеды, пусть даже и в самом узком кругу. Детям особенно нравится так проводить время, а еще больше им по душе готовить вместе со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.